Микс Ньюс. Вы слушаете Радио Болткома. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Вот в первом часе у нас был уважаемый политолог Елипроевский. Он рассказывал о таком предвыборном раскладе накануне неочередных выборов в Рижском доме. Посмотрим, как это все будет. Сейчас мы поговорим действительно о делах городских, которые не меняются. Не в зависимости от выборов. Я имею в виду те проблемы, которые есть в городе, их надо будет решать и после выборов. Олег Буров, как обычно, в это время бывший Морвегии и председатель Совета Международного Автовокзала. Добрый день. Здравствуйте. Да, вот я помню, что вы записываете, естественно, когда какие-то вопросы от наших радиослушателей по конкретным адресам, по конкретным проблемам. И пытаетесь узнать. Вот в прошлый раз был задан вопрос по поводу долгового малого. Да, все правильно, это Дарзине, долгового малого не назвали по поводу берега. Я вчера, на этой неделе созвонился, вчера мы довольно долго говорили на эту тему, с исполнительным директором Восточной дирекции, вот это и в Афгальской предместе, с Дмитрием Павловым, который довольно долгие годы руководит, успешно руководит этой дирекцией. Он в курсе этой проблемы, он уже неоднократно говорил Департаменту жилища и среды, конкретно управлению, вот это Видас Парвалда, да, который занимается этими вопросами о том, что нужно привести в порядок, это их ответственность. Они, насколько он мне вот рассказал, по просьбе дирекции сделали запрос Видас Фонд, который выделяет деньги, и деньги просили на проектирование. На проектирование нужно буквально укрепление, вообще приведение в порядок вот этой части берега, проектирование нужно, ну, где-то, я думаю, порядка 6-7 тысяч, это максимальная сумма, может быть, даже меньше. Увы, это была сумма запрошена, но, увы, Временная администрация Думы эту сумму вычеркнула, поэтому, что я могу сказать, на сегодняшний момент остается как есть, но вот мне на самом деле Дмитрий Павлов говорит, что это необходимо сделать, я ему верю, и, ну, будем запрашивать, то есть, ну, даже дирекция собирается запросить еще раз эту сумму, однозначно где-то, это уже осенью, ну, когда будут другие изменения, когда будет следующий такой тур, так что, ну, я думаю, что на самом деле это абсолютно незначительная сумма, ее нужно дать, и о чем мы говорим, это еще только разработка проекта, поэтому реально понимаю, что это уйдет время на разработку проекта, потом деньги на реализацию, ну, пока, пока вот такая ситуация, я думаю, что реально эти работы, если будут сделаны, я не хочу вас обманывать, но это хорошо, нам нужно настроиться, чтобы это был 22-й год, потому что в 21-м году разработка проекта и тогда, да, или вторая половина следующего года, ну, как-то так. Да, вот интересно, конечно, дискуссия, которая сейчас происходит, естественно, мы видим только верхушку айсберга в правящей коалиции, в правительстве о новой системе кадастровой стоимости. Конечно, ее собирают запустить только в 22-м году, но это значит, что новой Рижской думе все равно придется как-то на это реагировать. Люди очень взволнованы, тем более, что вот по тем кадастровым стоимостям, которые вы считали сейчас, как говорят их авторы из Минюста, что мы приблизили кадастровую стоимость к рыночной, ну, это тоже, конечно, такой спорный вопрос, потому что, извините, сейчас, к примеру, цены уже не такие, как были еще до пандемии на недвижимость, и по этой кадастровой стоимости на окна недвижимость может вырасти в разы. Вот как вы все это воспринимаете, и что, на ваш взгляд, надо будет делать в новой столичной думе, если вот эта кадастровая стоимость вступит в силу? Ну, пока это довольно все непонятно, как это пойдет, насколько это будет утверждено, да. Очень хотелось, чтобы это не было политически, и сейчас, ну, поймите, многие, может быть, перед выборами это будут использовать политически, если вот абстрагироваться абсолютно от политики, я бы, может быть, Абик предложил бы следующее. Я хочу дождаться, я попросил, на самом деле, вот, предвидя, что таких вопросов будет много, консультацию одного специалиста, он сейчас в отпуске, он будет через неделю придет, вот, я хочу, на самом деле, понять все варианты, ну, абсолютно с профессиональной точки зрения, и тогда вот не на следующую пятницу, а через пятницу, я бы, ну, мы бы могли, вот, передаче больше времени этому посвятить, потому что здесь зависит, о чем. Первый алгоритм, как это будет считаться, все. Второе, как намерен делать город, потому что, ну, у города на все это сейчас, это не зависит от самоуправления, это решение государства, от города зависит принимать какие-то ставки льготные, снижать налоги при каких-то условиях, вот, поэтому здесь нужно посмотреть, насколько мы можем снижать, все зависит от прихода денег в бюджет, надо смотреть, как это будет, но факт тот, что, конечно, это было бы абсолютно неправильно, если бы у нас кадастровая стоимость, особенно если мы говорим о нашем единственном жилище, первом жилище было бы увеличено, это абсолютно неприемлемо. Да. Вот если мы вообще говорим о жилье, вот вы прошлый раз тоже затронули эту очень важную тему, фактически о том, что надо приводить в порядок вот жилые дома, которые были построены, ну, большинство из них вообще в советское время. Конечно, конечно. С одной стороны, ну, мы знаем, что есть еще одна проблема, и именно вот департамент имущества, если меня память не изменяет, если я ошибся, вы поправите, тот, который возглавляемый вами департамент имущества, еще до того, как вы были избраны в прошлую Южескую Думу, очень активно пытался решать эту проблему, пресловутую развалин. Да. Вот, может быть, поскольку давно об этом не говорилось, что сейчас, потому что, ну, люди ходят по Риге, наблюдают, к счастью, этих вот сеток зеленых стало меньше, но, тем не менее, по-прежнему, наверное, вот эта борьба… Есть два момента. Первое – это то, о чем я, в принципе, говорил много раз, это дома, которые в плохом техническом состоянии, которые мы называем палатышские граусты. Развалины. Ну, в России это называют ветхое жилье. Да. Ну, мы говорим развалины. Да, зачастую, сразу же скажу, мы классифицируем такие здания, которые вот таким громким названием развалины или палатышские граусты, которые, может быть, ну, где-то так полностью не выглядят. Есть определенная классификация, просто очень быстро расскажу. Мы поделили это уже много лет тому назад на три буквы. А, Б, Ц, А. Это на самом деле, когда у здания нет крыши, когда конструкции, несущие стены у него находятся в абсолютно непригодном состоянии, или их вообще не существует, есть опасность разрушения этого здания. Или, если, например, нет крыши, то, понятно, атмосферные осадки, в ходе действия атмосферных осадков, изменения температурного режима, эти тоже стены потеряли прочность и могут развалиться. Вот такая есть категория, это А. Есть категория Б, следующая, которая тоже классифицируется как развалины, это те здания, у которых часть фасада, есть доступ свободный в здание, пустое здание, есть свободный доступ, открыты двери или вот проемы окон, и в это здание могут попасть люди, которые к нему не имеют отношения, ну, скажем так, без определенного места жительства. Там может быть пожар, как зачастую бывает, они там могут жить, поджечь, могут быть всякие разные криминальные моменты. И в таких домах часто, когда заходишь, видишь шприцы, ну, ясно, что это такое место для криминала. И одновременно с этого здания могут упасть элементы, отдельные куски фасада, какого-то с карниза и все. Вот это категория Б. Есть категория С, которая не имеет отношения к развалинам, которая, скажем, нет доступа в это здание, которая не опасна, но у него облупилась штукатурка, его внешний вид деградирует среду, он портит вид города. Вот этим всем трем категориям дается повышенная ставка на налог. Три процента от стоимости наиболее высокой. И что я здесь хочу сказать? Есть, например, здание находится, ну, в межпарке. Вот стоит какой-нибудь там небольшой домик. И у него, может быть, у самого кадастровая стоимость невысокая, потому что они стоят пустые, зачастую у таких зданий их кадастровая стоимость там близко к нулю. Но земля, которая присоединена этому зданию, это может быть и 2, и 3 тысячи квадратных метров, она, естественно, в таких дорогих районах дорогая. Так вот, берется повышенная ставка на налог 3% с наиболее высокой стоимостью. Разница зачастую бывает большая. Например, ну, если мы говорим о Старой Риге, у меня были такие прецеденты, когда за дом не снимался вообще, не платил он налог на недвижимость, потому что это здание было государственной, памятник государственного значения, хотя там было 4 стены, да, и все качались, но была, вот в данном случае, нулевая ставка. А после того, как мы повысили ставку на налог, они стали платить 37 тысяч. Вот было ноль, стало 37. Есть здание на Виландес, где платили 2 тысячи, а стали платить 66, да, потому что высокая стоимость земли. Безусловно, это тот фактор, который стимулирует вот этих миллионеров трущоб, а зачастую именно им принадлежат. И вот в Старой Риге, вот она принадлежит, и все. Если они ничего не платят, они сидят и ждут какого-то светлого будущего, пока приедет какой-нибудь там миллионер, у них это все купят. Так они наивно думают, да. Это начало их стимулировать, приводить это в порядок. То есть вот есть такой кнут. Дальше мы пошли на следующее. Мы приняли решение о том, что в 2015 году мы запрещаем зеленую сетку, такую вот как защитную сетку, на фрагментах зданий. Потому что эта сетка не лечит, и когда она там висит несколько лет, так она и калечит. И калечит, увы, не здание, а калечит нас. Потому что были такие случаи, что вот эта сетка притреплена к балкону, там накапливаются вот какие-то элементы фасада, и потом она, как в рыбацкой сетке, вот эти кирпичи там находятся, и потом, когда эту сетку уже от старости прорывает, все это падает вниз, да. И такие случаи тоже были, но, слава богу, никто не пострадал, но мы видим, вот сетка порвана, и все это на тротуаре. Поэтому мы тогда объявили, что переходной период два года, и с 17-го года, 1-го сентября, мы начнем штрафовать. Ну, скажу честно, основное количество владельцев проспало это, ничего сильно не сделали, ну, а поутру они проснулись, и уже была повышенная ставка на налог. Это стимулирует, довольно сильно стимулирует жильцов приводить порядок. Потому что, вы понимаете, это то же самое. Если у вас рана, вы рану обрабатываете йодом, зеленкой, а потом заклеиваете лейкопластырем. А если необработанную рану закрыть лейкопластырем, она просто начнет гноиться. Вот так все случилось. Вот здесь такое же сравнение с этой сеткой. Причем, ну, мы начали с этим бороться, сетки стало меньше. Ну, я вам скажу, что вот я был за последние годы несколько раз в Санкт-Петербурге, красивейший город. Но очень много зданий закрыты вот этой сеткой, и около как раз вот один дом, меня поразил, это где Варшавский вокзал, около, там дом, который полностью закрыт зеленой сеткой, и вырезано только то место, где окна, да, где окна вырезаны, то место. И вот так он стоит уже несколько лет. Ну, это полное безобразие, да. Есть дома, и они есть в Риге, вот там за Двиной видел, по-моему, нас в начале улицы, с Локос, где полностью дом закрыт, и окна. Ну, не знаю, там какое преимущество. Комары залетать не будут, потому что эта сетка закрывает окна, да. Но если говорить серьезно, это абсолютно неприемлемая ситуация. Поэтому мы дали этот переходной период. Сейчас тоже за это штрафуют. И мы говорим, возьмите свой балкон, приведите его более-менее в порядок, ну, чтобы не было этой аварийной ситуации, уберите сетку, уберите стеллажи, мы убираем ставку на налог. Потом, через год, через два, вы можете его покрасить красиво. Главное, уберите вот эту ситуацию. И были такие случаи, как, например, на улице Чака. Внизу детский магазин, а наверху вход с угла в это здание, а наверху вот такой балкон в таком аварийном стоянии. Поэтому мы все строже и строже становимся к таким зданиям. Эта планка повышается. И, в принципе, сколько приходят зданий в порядок, порядка больше 250 зданий в год приходят в порядок. Каким образом? Или получают письма, боятся и сразу же приводят в порядок. Или получают повышенную ставку на налог. Или Дума принимает решение о насильственном приведении этого здания в порядок, и тогда владелец начинает делать. Или бывают такие случаи, что тогда Рижская Дума приходит сама, что-то делает сама, потом выставляет счет владельцу. Это я рассказал про кнут, про пряник. Да. Уже несколько лет существует система стимулирования, чтобы вы приводили свои фасады в порядок. Если здание, историческое здание, или здание, построенное после, пусть оно не памятник архитектуры, но построенное после 1940 года, мы говорим о том, если вы это здание привели в порядок, фасад, крышу, то тогда у вас освобождение от налогов. Если вы сделали только фасад, и декоративное освещение 50% на 5 лет. Если полная реновация здания 75%, а если это здание деревянное, чтобы стимулировать восстановление деревянной застройки, которой гордится Рига, потому что у нас деревянная застройка осталась, в отличие от Москвы. Наполеон не жег так Москву, и какие-то здания тоже и не пострадали во время Второй мировой войны. Поэтому здесь скидка на налоги 90% на 5 лет. Почему декоративное освещение? Потому что, чтобы город был красивее, но опять-таки зависит, чтобы это освещение было красивое, на самом деле, ну, только улучшало. Потому что не секрет для того, чтобы получить освобождение по налогам, зачастую владельцы вкручивают, как мы раньше говорили, там две лампочки Ильича, или делают ее так пестро, это здание, что наоборот, оно портит внешний вид. Поэтому я, на самом деле, вот обращаюсь к новому руководству строительного управа, я бы очень хотел, чтобы вы это четко контролировали. Какие из частных примеров удачные здания освещения? Что тут не говорить о своих личных проектах, я могу сказать о соборе Александра Невского на улице Бривебас, между улицами Лачвлеша и Блауманя. Он настолько удачно, профессионально освещен, вот я вас призываю, если вы гуляете вечером по городу, бросьте взгляд, очень удачно, он не пересвечен, очень важно не пересветить здание. На самом деле это тоже наука, это не так-то просто. Нет, это большая наука, я хочу сказать, что вот я со своими коллегами, мы около всех зданий всегда стояли, смотрели, есть такие здания красивые, я могу гордиться, например, у меня душа радуется за первую больницу, потому что вообще очень интересные здания. Тот же Латвийский национальный художественный музей, очень успешный, мне очень жалко, что вот государство, в чьей собственности Латвийская художественная академия, это очень интересное здание, с интересной архитектурой, если бы оно было освещено, но это была бы такая тоже, вроде же мчужина. Поэтому много новых, интересных проектов появляется, это там здание на Меднику, в Старе Риге, и на, сейчас скажу, это Стабу и Базнице с угол, если мы едем по Базнице с левой стороны. Есть здания очень успешные, частники, уже вот появился, как мне говорят, такой тренд в городе, вот мы хотим, чтобы наше здание смотрелось интересно, и вообще вот от восстановления фасада, уже видят, меняются, посмотрите, Абек, несколько лет тому назад, там 10, 15, 20 говорили, у меня квартира с евроремонтом, и никто не обращал внимания, в каком состоянии фасад, в каком состоянии личная клетка, в каком состоянии все остальное, главное, чтобы у тебя в квартире было хорошо. Сейчас меняется, люди понимают, что от общего вида здания меняется его, ну, тоже и внешний вид, и, извините, и рыночная стоимость. Поэтому, вот эта программа работает, но это уже было, это есть, каждый год выделяется миллион 400 тысяч, это восстанавливается, но я хочу обратить внимание на другое. Была другая программа, после 17-го года, говорили, что те, кто создают, ну, предыдущих выборов дома, что те, кто создают Зиву Клипошнику, Коопер, это его саби дриба, вот это общество, тогда им будет выделяться там, в течение нескольких лет, после создания общества, 50% от каких-то, ну, от каких-то ремонтных работ. В итоге, это выделяли, не только таким, выделяли разные суммы, система была, немножко хаотичная, думаю, если туда придет госконтроль, ну, удивлений будет много, мягко выражаясь. Поэтому, на сегодняшний момент, что мне еще не нравилось тогда в той Думе, что было две программы, вот одну программу администрировал мой департамент, другую программу администрировала Рижская агентура энергетики. И что произошло, вот в этом году, в начале этого года, мы объединили эти две программы. Сейчас уже администрация Рижской Думы приняла окончательно это решение, сейчас две программы объединены, и, уважаемые рижане, с какими вы можете приходить своими запросами, вот на эту вторую программу, но тоже в департамент имущества. Речь касается подвалов, находящихся в плохом состоянии, вам софинансируют, и разработку проекта, и перекрытий, потому что мы говорим о зданиях, ну, скажем, таких, которых очень негативный баланс с точки зрения того же Дома управления. Это здание, ну, в Чекуркалсе, вы, может быть, помните, я всегда их вот вспоминаю, эту улицу Буру, когда там лет, наверное, 10 тому назад, 8, оно частично развалилось, да, упало, там тоже жили люди, часть из них приватизирует квартиры, часть не приватизирует, это люди, ну, с определенным тоже социальным уровнем, невысоким, да, и поэтому им тяжело на это здание, которое в тяжелом состоянии, накопить деньги. Вот в данном случае это тоже возможность софинансировать. В дальнейшем я вижу, это может быть софинансирование балконов, и всего остального, и вообще я вижу, что это тот инструмент, когда мы можем финансировать больше Рижской думы, восстановление зданий, уже не исторических, а вот наших жилых домов, построенных в советское время. Вот это, ну, одна из таких, одной из таких возможностей. Кроме того, есть, конечно, другие программы, о чем мы говорим, это сейчас начинает думать об этом Министерство среды, возможно, софинансирование, поиски партнеров, которые будут тоже участвовать в восстановлении, восстановлении каких-то сетей или утеплять здания. Сразу же скажу, далеко не каждое здание необходимо утеплить, да, но важно, чтобы была крыша хорошая, важно, чтобы были сети, это водопровод, канализация, электричество и отопление. Отопление мы можем, конечно, привести в порядок при участии Рига Силтумса. Остальное надо смотреть, но вот я уверен, что в ближайшие годы эта программа приведения в порядок вот жилья, она должна заработать. Или это будет при участии Рига Снаму Парвал Некса, или при участии Рига Суданс, Рига Силтумс, это надо смотреть, но факт тот, что вот в этом однозначно должна быть историческая роль Рижской Думы. Это совершенно справедливо. Олег Буров у нас в студии, приверемся буквально на пару минут, обязательно будем принимать ваши звонки, не переключайтесь. Олег Буров, у нас в студии, 612-12-939, действительно давайте начнем со звонков наших радиослушателей. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Здравствуйте. я вот слушаю все, у меня просто никак не получается вообще понять. Сначала мы придумали для Ливневки налог, потом начали вот это за землю платим налог, а сейчас еще придумали увеличить, так сказать, несколько раз этот налог. А вы больше любезно расскажите, а как вот эти подписи, которые там собирались, 14 тысяч, по-моему, отменного вообще единственного жилья, налога вообще. 54 тысячи особо оно уже. Уже 54 тысячи. Это вообще никого не волнует, не колышет, как-то я так понимаю, да? Спасибо большое. Вот этот вопрос подобудился. Да, но мы говорили о повышенном налоге для этих нерадивых домовладельцев, да, последние 10 минут. Но если вернуться к тому, о чем мы говорили вначале, естественно, посмотрим, что государство тут предлагает, но на сегодняшний момент, конечно, я смотрю на это очень критично, потому что самое главное это налог на ваше единственное жилье. Самое главное, чтобы он был минимальным. Это самое главное. Потому что большинство все-таки, у большинства рижан все-таки одна квартира. Ну, естественно, если ваш бизнес, это бизнес, с которого вы живете, и такие люди есть, у кого есть там ряд квартир, неважно, или в Болдарае, или в центре города, и они сдают эти квартиры в аренду и за счет этого живут, да, ну, почему бы и нет, почему бы и нет, но за тогда это другое дело. Если у вас это единственное жилье, и это в основном у людей, ну, у которых не те материальные условия, это и пенсионеры, мы говорим, но это основная масса населения, то в данном случае этот налог, он должен быть, если он есть, то он должен быть символический. Абсолютно. И говорить о каком-то повышении, к тому же серьезном повышении, ну, об этом было бы абсолютно неправильно. Но давайте на самом деле по поводу налогов, я хочу переговорить с человеком, который в Риге является, ну, специалист по налогам, такой номер один, я хочу, чтобы он не просто мне рассказал, оценил вот эти предложения Министерства Юстиции, но чтобы он мне сказал, как в данном случае, что может сделать Рига, какая ситуация, и поэтому в зависимости от этого, ну, давайте, здесь нет никакой политики, я это не связываю ни с чем, я просто вам хочу это на самом деле понять, рассказать, но вот через две недели это продолжим. Вот через две недели мы обязательно продолжим. Возвращаясь все-таки к той теме, ну, мы не можем к ней не вернуться, мы знаем, что сейчас в свете вот 29 августа разные политики, мы не будем их называть, предлагают разные идеи. Кто-то говорит о том, что вот мы создадим 500 новых мест в детских садах и решим навсегда очереди в детские сады. Еще кто-то я прочитал очень с интересом, при том, это одна из таких партий, которая имеет реальные шансы быть представлены в Сеющей Думе, опять-таки, не буду ее называть, чтобы не было какой-то придуманной агитации за или против, она говорит о том, что мы вот создадим в Риге и в Пардалгере, внимание, две больницы по уходу, да, ну, мы в центре одна, другая в Пардалгере. У меня сразу возникает мысль, что у нас есть две муниципальных больницы, одна действительно в центре, это первая больница, которую вы упоминали, вторая больница в Пардалгере, это вторая больница. Ну, Аббек, ну, это же великолепно, как ты не понимаешь, это уже можно, они тогда 30-го числа заявят, что они уже свои программы выполнили, понимаешь, вот они пообещали, мы создадим больницу, а 30-го они скажут, пожалуйста, мы выполнили, есть две больницы, одна первая, одна вторая, видишь, как все очень легко и просто. Я боюсь, чтобы действительно они ее не превратили в больницу социального ухода, я понимаю, что это серьезная проблема пансионата и социальных уходов. Если мы говорим серьезно, я могу сказать о больницах. Вторая больница, начнем со второй. На самом деле, сейчас она позиционируется как? Как больница с хирургией, больница с травмами, да? Тормотология, ортопедия, да? Да, 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 да. Есть желание, есть желание, такое было желание у министерства, тоже здравоохранения, сделать ее такой, ну, апроприот, с больницей за уходом, вот эти, потому что мы знаем, что людей, социальные койки, да? Социальные койки, много забирают и скорой помощи с улицы, и такие люди лежат, много и занимают койки в наших государственных больницах, в университетской больнице в Страдоне и в восточной больнице, в Гайлезерсе, да? И поэтому речь шла о том, что давайте сделаем такую больницу, но в то же самое время куда перевести хирургию, травмы со второй больницы? В своем время были дискуссии, давайте переведем в Страдоне. Вот эти все дискуссии, они на уровне посидели, поговорили и разошлись, пока ничего не происходит. На сегодняшний момент мы знаем, что уровень медицинский оказания услуг, вот этих конкретных услуг по травмам во второй больнице, он хороший. И такая больница, она должна быть на этом берегу Даугавы, потому что институт второй есть на Дунтес, здесь должны тоже обязательно быть. Поэтому на сегодняшний момент я не вижу каких-то больниц заполнено, свободных коек нет, может быть, это не такое большое количество коек, я сейчас постараюсь вспомнить, сколько же там коек, по-моему, 134. Но когда мы в свое время говорили о том, что может быть о сотрудничестве с Лежским университетом Страдоне и открытие там клиники, но оказалось, что фактически свободных коек нет, они все заполнены и все работают. Первая больница. Ну, вы знаете, первая больница, она формально у нас самая большая поликлиника, это дневной стационар, да, мы можем сказать так, ну, не профессионально, самая большая поликлиника, наверное, в Латвии, но реально, что мы делали вот эти годы, развивая больницу, и на самом деле, вот у меня была такая честь этим заниматься все эти годы, мы ее развивали именно как больницу, доказательство, я могу сказать, операционный блок с шестью операционными залами, очень хорошие профессиональные врачи, которые постоянно, например, доктор Сергей Климчук, очень хороший врач, это истинный патриот больницы, который там работает долгие годы, но это хирург с большой буквы, ну, очень хороший врач, да, он там оперирует, очень много операций в день, кроме того, есть другие врачи, которые именно работают там, есть врачи приходящие, есть врачи, которые оперируют в других клиниках, профессора, которые оперируют, может быть, и в других, и в нескольких клиниках, но они тоже приходят оперировать в первой больнице, хорошая очень операция, это по урологии, проктолог очень хороший, да, очень много разных операций, которые проходят в первой больнице, о чем мне говорили уже давно руководство первой больницы, вот доктор Злобина, которая тоже по профессии работающий, практикующий, врач-реаниматолог о том, что нам нужно дополнительно ещё операционный зал, два операционных зала. Идея была в так называемом, ну, кто знает, первую больницу, 17-й корпус, где раньше ещё времена в прежние была неврология, потом там был диаметр, сейчас там лор-отделение и окулисты, и социальные койки, и социальные койки. Вот в этом отделении сделать операционный блок. Был сделан конкурс в прошлом году, но строители дали очень высокие цены, гораздо выше, чем контрольная смета, сделали второй конкурс, цены такие высокие остались, и мы этот конкурс отменили. В этом году в своём распоряжении, которое как бы легализовало бюджет, я эти деньги запланировал, прошёл конкурс, и в данном случае дали предложение на 400 тысяч дешевле, чем в прошлом году. То есть явно это надо использовать ниже на 100 тысяч, чем контрольная смета, не выше, а ниже, да, и в принципе нужно было заключить этот договор. Увы, администрация деньги не выделила, но вот сейчас в изменениях в бюджете, о которых мы с вами говорили, если мне память не изменяет, две недели, по-моему, тому назад, вот эти деньги выданы, и сейчас заключается договор со строителями, возникнет ещё два операционных зала. Это значит, что будет больше возможностей оперировать. Очень хороший магнитный резонанс, очень хороший компьютер, два компьютера стоят, хорошее оборудование. Поэтому, что я хочу сказать, больницы именно с хорошей диагностической базой. Дальше. Сейчас открылось, вы видите, это деревянное здание, где раньше был кожно-венерический диспансер. Мы видим его на Валдемара. Деревянное здание, оно пришло в порядок. Этот проект у нас был вообще в начале века ещё, но планировалось использовать тогда его по-другому. Сейчас цель использования, все ремонтные работы закончены, реабилитационный центр. Уже закуплены первые больницы, довольно серьёзные, как могу сказать, аппараты, агрегаты, как это правильно сказать, для людей с различными проблемами. Это могут быть проблемы и у спортсменов, и у людей. Вот что больше всего, но я жду, и то, чего не хватает, это после инсультов. Очень важно после инсульта быстро оказать реабилитацию больному. И чем раньше, чем в полном объёме ты будешь оказывать её, сразу же после инсульта, тем лучше, быстрее восстановление. Вот такое оборудование там стоит, там есть даже и койки при лечении при различных болевых синдромах. Вот это сделано, это тоже, как мне говорили те же врачи, руководство больницы, это такой будет самый современный реабилитационный комплекс в Латвии. Вот он тоже готовится. Очень важно сейчас сотрудничать с Министерством здравоохранения. Опять-таки вот мы говорим, то, что я говорю, каждый раз вот об этой стене между самоуправлением и государством, её не должно быть, мы должны сотрудничать. Сейчас Министерство здравоохранения пересматривает классификацию больниц, там есть разные категории. Нам очень важно, чтобы первую больницу считали истинной больницей. Я хочу сказать, первая больница в Балтии, это в своё время был госпиталь, ей 220 с чем-то лет, то есть это на самом деле наша честь, мы подходим и видим, что там работали такие звёзды, как доктор Аншилевич, известнейшие люди. Очень важно сохранить эти традиции, сохранить эту базу. И вот заканчивая разговор о первой больнице, я вам хочу сказать, вспомним то, что было в шестом году, когда здесь проходил саммит, и руководители всех мировых держав, в том числе и президент Америки, сюда приехали, так вот считалось, если что-то произойдёт, не дай бог, и куда надо будет везти, планировалось везти глав всех государств первую больницу. Поэтому вот нам это очень важно, всё это сохранить, продолжать, безусловно, это приоритет. Ну и третья наша больница, она монопрофильная, это роддом. Тоже очень важно его развитие, поставить новое оборудование, они успешно работают с европейскими деньгами, ну вот это тоже важно. Да, вот говоря ещё об очередях в детских садах, я думаю, что и когда вы были мэром, и когда были вице-мэром, наверное, часто этот вопрос вам задавали. Я знаю, что будем справедливы, многое, что было в Риге сделано для уменьшения вот этих очередей, для доступности. Многое можно сделано, но мы сегодня с вами встретились не для того, чтобы давать, как в советские времена эти трудовые отчёты и аплодировать, и самим себе рисовать лозунги. Значит, что-то не сработало, значит, было недостаточно. Если сейчас можно играть, как раньше игралось с цифрами. Кто-то говорил 900, там предыдущая руководство думала, 900, а реально было 1700. Реальная очередь сейчас, ну, я не могу сказать последние месяца, но несколько месяцев там и назад, это 2235. Ну, можем между 2200 и 2300. Вот это реальная очередь. При всём при том, что у нас порядка 6000 ходят в частные детские сады. При том, что где-то порядка немногим больше тысячи у нас используют услуг нянечек. Что нужно делать? Естественно, сейчас перед выборами все обещают, что очереди не будет. Я вам сейчас могу просто абсолютно прагматично реально сказать, что происходит в этом году. В этом году, вот опять-то в том же распоряжении, как я сказал, которое легализовало в своём распоряжении мэра, которое легализовало бюджет, я запланировал деньги для ремонтных работ. Это всё осталось, полностью продублировалось уже в бюджете, который администрация приняла. И вот сейчас я говорю с полной ответственностью, несмотря на то, что, ну, как вы понимаете, я в Думе не работаю с 24 февраля, но несмотря на это, вот все эти процессы происходят. И очень хорошо, что происходят процессы по независящим от нас причинам. Поэтому я вам гарантирую, что с 1 сентября этого года в Риге будет 558 новых мест в детские садики. Всё это сосчитано, вот я называю конкретно, по конкретным адресам. Вот что я не сказал, вот что я не сделал, и, между прочим, я сейчас сказал и вспомнил. По-моему, не помню, или у вас, или в Фейсбуке мне задавали вопрос, как можно записываться в новые садики. Мне буквально, мне звонили и говорили, это было у вас не на радио, по поводу детского садика, который сейчас реновируется, здание на Стокгольмс-24, и на улице Апуза, в Золи Туда. Узнаю обязательно, Абек, напомните, мне в течение недели, на следующей неделе расскажу, когда придет время, когда вы можете туда записываться в очередь, потому что это будет новая созданная очередь, это очень важно. На следующий год, вот сейчас уже заканчивается проект Департамент имущества, заканчивает разработку проекта садика на улице Гростонос, напротив Олимпийского центра. Если там посмотрим, там сейчас такие гаражи, хозяйственная часть, где у Рига с нам парволдника стоит, парволдник состоит техническая служба. Не должна в этом месте, в том месте, которое еще зонировано, как для детских садов, стоять техническая служба, вот трактора и какие-то свою технику можно ставить в другом месте. Там спроектирован детский сад, большой корпус, одной централизованной столовой, объединятся два существующих садика, это 66-й, который находится на улице Весетесе, 49-й, который вход, ну, напротив Ханза-Сведушкова на Гростонос, и вот будет достроен еще один комплекс. Очень интересные решения от архитектора, архитектор Миттенберг, очень хороший архитектор наш, латвийский Риштки, разработал проект, и деньги в этом году уже вот сейчас в изменениях в бюджете, по-моему, 500 тысяч запланировано, это даст возможность объявить конкурс, в этом году заключить договор со строителями и уже какие-то деньги освоить. Это значит, мы с вами можем сделать вывод, что при нормальной организации работ 1 сентября уже в следующем году это будет дополнительно, я сейчас не помню, порядка, по-моему, 256, ну, в общем, вот где-то порядка, такого порядка мест в детских садиках. И поэтому я могу сейчас сказать, вполне реально сделать так, что каждый год открывать новых мест не меньше 500. В этом году 588, в следующем половина от этой суммы есть, я уже сказал, по улице Гростонос, другую часть, до 500 и более, я уже знаю, где набрать, в каких школах, на каких объектах, и так далее. Причем я вижу эту перспективу, и в последующие годы, вот создавая так вот не меньше 500 мест, мы можем за это время решить этот вопрос, что это очередь, я не буду говорить, пропадет вообще, очередь будет, потому что вы можете жить порциямся, а место у вас будет, например, в Имонте или в Болдарайе. Поэтому это будет, это есть в любой стране, это есть в любой стране. Далее, как это ни парадоксально, но я хочу сказать, как рижанин и патриот Риги, я заинтересован, и мы все заинтересованы, чтобы строились сады, ну, скажем, детские сады, ну, скажем, как говорилось раньше, в Рижском районе, в Марупе, в Царникове, во всех остальных районах, потому что очень много нережан, чтобы получить место в детских садах, они как-то творчески регистрируются здесь, пробивают себе места в детских садах, и, в принципе, они занимают места в детских садах, а потом и в школах наше место рижан. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы там строилось больше и больше детских садов, там очередь в детских садах, вот в этих самоуправлениях, она очень, конечно, критическая. Поэтому в данном случае очень важно, чтобы государство выделила деньги или заем этим самоуправлением на строительство детских садов. Последний, может быть, вопрос. Понятно, что как раз мы можем следующий встреч как раз начать с него. Есть ли какие-то у вас видения, как идет реконструкция Басовского моста? Многие спрашивают радиослушатели. Я помню, что вы сами это фактически пытались. На вопрос пару недель тому назад директору департамента сообщения, господину Рейнбаху, я получил ответ, что они сейчас разрабатывают варианты, проектировщики что делать? Или сносить, как раньше мы говорили, половину моста и начинать строить. Через год сносить другую половину моста, начинать сносить вначале левую сторону моста, если мы едем в центр города, а потом правую. И так за два года построить. Второй вариант, который он сказал мне, в который вот примерно до сентября сейчас, то есть еще месяц с небольшим рассчитывать, обещали проектировщики снести сразу же весь мост и сразу начинать строить. Это позволит, может быть, построить его, не может быть, а несомненно построить быстрее. Но тут проблема в другом. Тогда полностью закрывается движение транспорта, трамвай по воздуху не ходит, тогда надо смотреть, как, сколько и насколько активно может быть движение транспорта рядом, но тут надо понимать, что трамвай точно ходить не будет и, конечно, как при организации работ, строительных работ, проектировщики должны создать такую возможность, чтобы движение через железную дорогу было в полной мере не было усеченное. В принципе, я не строитель, не проектировщик, но я больше бы голосовал вот за этот второй вариант. Снесем и строим сразу же, нежели мучаемся дольше. Это, я думаю, даст возможность построить его, ну, как минимум на полгода, на полгода раньше. Интересное предложение. Поэтому ждем эти решения, ждем эти решения, то есть это уже будет новая дума, но в сентябре вот должны дать ответ. Важно, чтобы на самом деле здесь была четкая исполнительская дисциплина. Если архитектора пообещали в сентябре сказать, то они должны сказать, потому что время идет. И последнее, если у меня есть полминуты, могу сказать, что мне не нравится. Увы, я проезжаю по проспекту Вестера, вижу, что фактически приостановлены работы, ничего не делается по строительству путепровода. Вот это, Твайг, Майнгали Парвац, да. А причина в том, что, увы, жалобы на технадзор, нельзя выбрать победителя, они жалуются технадзор друг на друга, борьба между технадзорами зачастую идет не менее жесткая, как и у строителей, и поэтому строители являются заложниками этой ситуации. Нет технадзора, они не могут работать. Был заключен маленький договор на начало работ, он уже закончился, вот сейчас все происходит. Очень жалко, потому что, на самом деле, строители сами у них, ну, руки чешутся работать, сейчас строительный сезон, когда это делать, как не сейчас. А без технадзора нельзя. И те, кто проезжает по Вестору, видите, что там практически никого нет. Вот это жаль. Очень жаль, будем надеяться, что эта проблема как-то решится. С технадзором Олег Буров у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо.